здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня говорим о прекрасном причем прекрасном наверное прошлом потому что речь пойдет о краеведческом музее то есть все то там хранится что когда-то было для кого-то обыденным а сегодня для нас это уже является музейными экспонатами и очень приятно что в гостях у нас сразу два представителя краеведческого музея которые напомню входят состав музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы это ольга засыпкина заведующая по реведческим музеем и владимир засыпкин заведующий экспозиционно-выставочным отделом краеведческого музея вроде бы все правильно назвал да здравствуйте здравствуйте ну и как вы понимаете мы автоматически переносимся даже с помощью нашей студии в некий такой мини музей потому что экспонаты рядом с нами из всего того того что я здесь вижу мне как-то ближе и знакомы ложки это не все да а все остальное кажется каким-то таким необычным обо всем поговорим и на примерах конкретных но прежде вопрос номер один насколько мне известно вы открылись после ремонта и значит что сейчас с радостью туда должны пойти массы масса людей которые хотят ознакомиться с историей своего края это так ольга да действительно народу сейчас много очень много классы экскурсии программы то есть весь декабрь начало декабря это были программы по музеям рассказывали показывали экскурсии очень все интересно интересуется сейчас вообще очень интересуется истории края тем более есть о чем поговорить и новогодние программы и новогодние программы о них мы естественно поговорим коль у нас такой такая декорация мы не можем говорить о новогодних программах владимир скажите пожалуйста вот вы являетесь заведующий экспозиционно-выставочным отделом то есть вы как бы отвечаете за сети экспозиции ну как есть я так понимаю постоянная экспозиция да а есть экспозиции которые появляются потом исчезают да вот в каждом музее есть какая-то основа я так понимаю что сейчас основа уже есть или еще работа продолжается над главной экспозиции но основа уже есть мы открылись слава богу это огромная работа была проведена просто неподъемная какая-то ну ремонт для каждого из нас слово такое особо ремонт в музее это это вообще кошмар но слава богу повторюсь все заработало и основная экспозиция готова но мой мужей тоже живое существо и все время что-то происходит что-то обновляется поступают какие-то новые предметы которые хочется выставить они кстати как поступают их могут приносить сограждане да ну или вы где-то может может например обнаружить что-то люберецкая где-нибудь совсем другом регионе неожиданно со словами или либерицы насколько мне известно такое тоже слово к нам имеет отношение до либерицы это древняя название как древняя из пришло к нам видимо из времен польского нашествия есть такая версия поэтому такое название да мы-то как-то люберцы по-другому воспринимаем воспринимаем да уже ну то есть экспонаты приходят вы сказали музей это живое так скажем организм ольга и тут сразу к вам вопрос а у этого живого организма есть если так уже говорить анатомически живые органы конец это те люди которые там работают составляют основ на сегодняшний день тем более после ремонта когда вот главный такой стресс завершился и сейчас идет работа над тем чтобы уже потихонечку ну чтобы норма до какая-то наступила вот кто работает вашем коллективе ну коллектив у нас достаточно большой и у нас еще есть часть получается музей на выставочной состоит из нескольких частей второй музей в малаховке музей истории культуры малаховка помогают там коллеги то есть какие что-то если мы не можем как-то не можем на что-то решиться мы собираем большой совет то есть два музея плюс еще картина и галерея то есть мы участвовал все участвуют в том что например нам нужно новую экспозицию сделать собираемся думаем смотрим мало как-то происходит то есть вот обычно жену есть даты определенные же но вы же таки краеведческий музей то есть можно наверно наверняка есть какой-нибудь день ложки что-нибудь такое я знаю а день кстати будут музеи всякие есть музеи ложки там музей кваса музеи еще чего-то но мы ищем и еще раз в очень у нас многогранные люберцы дело в том что выделить что-то одно достаточно сложно потому что люберцы люди настолько вот правда сеть над словом любить настолько все любим и любили наши предки одним занимались другим третьим и промыслы и всевозможные делали они и люди приезжали то есть очень сложно выделить богатейшая просто это за счет такое место где поток людей туда проходили так салявых оседлых да и так ты много наверное ну да время перемещения происходили верно да считается что как люберцы у три дороги в принципе и волгоградка и рязанкой дорога до никола грешский да в принципе мы собираемся да мы собираемся прям в центре центра не любят сидит на место силы на вот и она действительно притягивая притягательная люди приезжали вот по истории если смотреть фактически все у нас были хорошо ну как вы понимаете вот наши все скажем так экспонаты которые здесь находятся скоро заиграют по закону театра раз ружье висит она должна выстрелить раз ложки здесь и еще какие-то предметы которые я ну слово береста мне только приходит сразу но переста тоже разные даже раз мы сейчас об этом поговорим чуть позже я вот сейчас хотел спросить у владимира а как вот дальше будут формироваться эти экспозиции то есть они будут приурочены к каким-то событиям опять же так понимаю это все еще зависит от всего комплекса да когда проходят какие-то может быть совместное новое приятие конечно если происходит какое-то событие там я не знаю день например международный день художника у нас был да мы пригласили вот сейчас работает выставка она открылась и то есть такого уровня художники что много ведущие художники страны народные заслуженные как положено да академики это вот российский союз художников самая элита как бы но это выставка скажем так действующих художников да конечно которые это все живые а если говорить о краеведческом музее то все-таки эта работа это же еще по поисковая какая-то работа поиск каких-то да вот проходит ли у нас например на территории городского округа люберцы какие-нибудь может быть раскопки или где-то вдруг после того как снег сошел обнаружились какие-нибудь предметы подснежники до из прошлого но приносят люди приносит до сих пор и много много приносит но собственно вся экспозиция построена на вещах которые принесли люди безвозмездных подарках а сколько у вас сейчас примерно предметов на на балансе что нужно что то то что мы посчитали около 40 тысяч 40 тысяч то то что рассчитано до посчитано но это же все надо разместить конечно конечно все по коллекции монеток монета газетам газетам книги отдельно какие книги более редки тоже отдельно специальные условия хранения но там очень большие тонкости а сколько выставлено экспонатов или еще в процессе идет да потому что вот сейчас почему достаточно долго еще не открывались в связи с тем что вообще музей сейчас меняется если раньше у нас музей вот кто помнит раньше как он выглядел музей достаточно был ну он был очень громоздкий очень много предметов тяжело было пройти сейчас глаза разбегали дрова представление да да все общем всего-всего много непонятно на что смотреть да ты смотришь много всего сейчас отходят от этого но как бы сменная будет то есть мы поставим на несколько лет одну выставку а потом что-то мы будем менять смотреть что более интересно либо мы что-то найдем такие вот вот какие-то нюансы такие вот не было такого экспоната но это как в квартире да когда много 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 всего да уже невозможно пройти а потом минимализм приходит до минимализм опять сменяется но каким-нибудь там чтобы все показать надо сразу до соседям и друзьям либо потом все убирается потому что нужно чтобы стены дышали и так далее но с точки зрения музея ведь действительно если правильно разместить эту и ложку можно по-другому правильно посмотреть конечно а если к ней не подойти то вроде как ложка но они не видят они основной акцент она должна быть среди для детей да чтобы они смотрели то что вот они цепляют основные предметы то что дети на разный возраст разное количество предметов они могут запомнить хотя бы они выходе выходят из музея что ты запомнил хотя бы 5 он точно должен сказать и она увеличивается с возрастом я должен рассказать об этом владимир скажите а какой самый но не ценный с точки зрения может быть денег потому что чем мы будем подсказывать да потом будем ставить охрану а именно цены с точки зрения но не об неожиданные ну какой-то такой вот экспонат который вот все бросят завтра свои дела и побегут к вам музей или может быть а ряд экспонатов есть интересных масса то есть там вода но у нас возможно мало кто знает но у нас музей построен вся экспозиция построена на вещах которые имеют беспрецедентную ценность там например есть стол так на котором наполеон за которым наполеон подписал свое отречение а вот как можно быть уверенным том что наполеон что там выцарапал себя своими наполеон или как но проведена определенная работа была сотрудниками музея во первых установлен примерное время изготовления стала в общем-то несложно и дело в том что вся коллекция ботко так называемая до которая перешла к нам от последней представительности был представительницы и роды ботко она вся состоит из предметов которые принадлежали известным людям то есть она эта коллекция собиралась изначально именно как имена с этим целью и но собирался она во франции к нам попала уже после войны в 54 году они приехали сюда и вот ну то есть есть на что было дали нам это стол наполеон что еще есть интересного там есть шкаф который принадлежал флаберу там есть ваза которая принадлежала это который династия китайская нет нет во первых мэйсоновский фарфор у нас тоже коллекция серьезная коллекция ручной работы вот эти все реальные вещи да потому что ну не ходят же такие слухи что много всяких подделок то есть они все проверены и все имеют как это несложно проверить но тут собственно никакой сложности там клейма менялись каждые пять лет и по рисунку клейма можно определить возраст просто если речь идет до краеведческом музее то конечно же это интересно а все именно то что связано с этой местности в том числе конечно и начиная там как неолит там и так далее и понесли но заканчивая там уже практически нашими там во временами но вот приходишь иногда в музее тебе показывают вот стулья примерно того времени там диван примерно того времени или там камушки примерно того времени вот и это всегда ну такое ощущение что немножко тебя как бы обманывают там на текать мультимедийность появилась когда приходишь выставки приезжают за довольно-таки большие деньги такие ну которые передвижные и ты понимаешь а за что же ты платишь тебе просто слайды показывают просто да картину же хочется увидеть ладно мы понимаем что я вот во многих был местах очень много художники например есть такая работа грачи прилетели их по-моему пять или шесть работ написал он может написал да потому что у него был один изъян такой можно были деньги все время но он писал в тот период когда ему лучше трудно то есть ладно это повторы но не копия по крайней мере поэтому насколько вот идентичность тем предметам которые именно имеет непосредственно отношения к краю не краю нас все подлинно идет то есть у нас нет таких копий но в силу того что у нас люди очень много дарили предметов и они действительно не они 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 регинации дать сразу скажем если кто-то сейчас вот лежит какая-нибудь может быть штуковина назовем ее так да и она не нужна не же выбрасывают пугать зачем это не нужно можно к вам обратиться принести прямо в музей сказать отдать на экспертизу проходит да приходит хранители охрана вызывает хранители они смотрят да и оформляют все документы акты дарения то есть все 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 это протоколы они все заполняют то есть это все итак будем считать что первую такую официальную часть мы завершаем музей работает музей открылся после ремонта понимаем что какое-то огромное количество экспонатов а во второй части мы поговорим какая собственно говоря новогодняя программа планируется в музее что планируется наступающим 2022 году вот и конечно же расскажите что у нас тут и камушек есть какой-то ложки есть потом какие-то странные предметы то ли пряжа то ли что вот обо всем об этом мы поговорим сразу же после перерыва напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях краеведческий музей в лице ольги засыпкиной заведующей краеведческим музеем в который входит состав музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы и владимира засыпкина который заведует экспозиционно-выставочным отделом краеведческого музея и прежде чем мы самое вкусное ставим как и обещал на финал новый год до заметьте мы целые первое отделение нашего разговора провели и слова пандемия даже не произнесли что наверное с какой-то точки зрения радует с другой стороны вопрос будете ли работать на новогодние праздники какие планы ближайшие если будете обязательно будем работать ждем у нас сегодня уже первые елки начинаются завтра уже прям полно полным ходом запись идет открылся музей экспозиция новая экспозиция интересная и на вот как вот новый год с экспозиции краеведческого музея прекрасно прекрасно дело в том что на руси и к новому году относительно не к новому году к рождеству не уготовились и традиции которые были на руси и издревле то есть мы в принципе перенимаем и с каждым днем это используем предмет и которые были тогда они в принципе сейчас нас окружают даже вот мы принесли те предметы которые можно сейчас посмотреть давайте мы вы вместе с владимиром нам расскажете вы вообще конечно это писать и насколько это эксклюзивно для нас чтобы реальные предметы вот переехали на некоторое время к нам сюда в студию начнем вот с камушка что за или это не камушек что это такое но за трудно действительно похож на камушек давайте мы его поднимем если можно и вода до самой стороны да как камень можно посмотреть и как находился он к вначале как камень вот повыше можно чтобы угодно вот камень но если его развернуть и посмотреть внимательно это каменелая ракушка ракушка к да 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 это раковина но причем это уже экспонат да да это музейный экспонат мы попросили специально у нас выставляется можно посмотреть в залах музея зал археологии текар те раскопки которые проходили у нас и сколько же ему лет тогда получается 150 миллионов на 150 миллионов лет в студии вы писаете какая сейчас связь времен из да то есть по надо подержать ее наверно надо придумать какую-то валюте подержать аккуратно аккуратно она очень тяжелая тяжелая ну то есть вот вот это да 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 она прямо да то есть ракушка да на морском дне она осталась закрылась его прошло прошло про отложения прошли до время прошло же это есть больше и можно их потрогать они лежат прям да дастик а вот давайте мы ее так положим здесь но есть поменьше здесь попроще вот чуть-чуть по полегче ну хорошо так дальше идем что вот это такое вот так называемые чертовы пальцы да а что такое чертовы пальцы это раньше было животное морское животное да да причем она и дать и я тоже можно покажу тогда я уже я сегодня буду работать вот посмотрите вот это называется чертов палец морской морское животное или бельминит или по-другому бельминит это называется это тоже как окаменелось да это все камень это все камень это все найдено в люберцах да вот они были большие маленькие были огромные маленькие это такой как камушек да такой прозрачный так хорошо теперь давайте разберемся вот береста да это как какая что это такое но мы не просто так принесли потому что сейчас время зимние а на руси зимой но никаких уже работ в поле не проводилось ничего не делалось занимались именно хозяйством для ливались до промыслом причем промыслом занималась вся семья не было такого что бабушка вязала дедушка что-то вырезал и другие что-то ткали нет вся семья занималась например делали лапти делал да те самые лапти те что продают такие дорогие щас да да и оля оля лапти не бывают и похожи но действительно очень дорого вот такой очень интересный клубочек это береста который достаточно тоже время много лет сворачивали бересту в такой клубок чтобы она не закручивался из нее уже плее понятно а ну то есть это вот именно клубок то что мы вначале в клубочек да 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 бочек но не просто так не дайте мы туда же положим да так хорошо а вот это а вот этот казалось бы такой же похожи клубочек но фирпантин тоже береста но почему-то она мягкая тоненькая но можно было лака дочка нарезана да действительно вот она действительно береста идет то в тоненькой все оплетали лопаточек краешек но это используется даже сейчас эта вещь считается экологически чистая все используется но и давайте данный момент да вот какие вот у вас мысли для чего это можно сделать полетется наверное нет нет неужели а если намочить а если намочить не могу догадаться как запарить в бане аж для баня что-то да и таком разалочка да такой скраб вот сейчас и раньше использовалась и раньше то что оставалось от плетения экологически да да и вот такой придумали такие вот вещи а вот тоже из бересты что-то типа колос бересты да много делали делали игрушки а это игрушка погремушка называется шуршуночек шуршунок да туда засыпали горошек либо гречку ну что нибудь вы за что в долгах да 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 ничего лучше так играл так теперь я так понимаю вы принесли еще какие-то элементы то ли пряжа то ли что это то из-за волокна так да 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 слова волокна вспомнилось мне причем одна прям как борода деда мороза потом что-то такое когда не очень красивая ватт ватт что-то ватт на и совсем что-то такое темно рассказывайте что это такое подстригали овец вот эта овчина да да она была разного цвета но овцы же разного цвета бывает темные и светлые давайте мы покажем ну так вот да да вот таким образом не очень это такая овца традиционная скажем да она же не мытая ее не мыли а вот как она ходила вся чумазая а потом подстригли то потому что как раз вот в этом жиру составляет вот тут или мир который даст склеивал эту веревочку ниточку делали а вот потом специально щетками расчесывали чесали она стала оставалась поменьше полегче вот по пушистее почесали до того момента когда это я более современную взяла когда она становилась более такая прямо идеальный так да да и потом уже могли привязать куда угодно сидел например пряха сидела привязывалась на такую стойку вот и таким движением она сидела делала пряжу а то есть из вот этого вот делается пряжа которая потом свою очередь уже идет на да который на отказском станке использовали смогли вязать как удобно а это вот ну как спица не спица как-то называете но ведь обе такой маленькая что оказалось у меня есть есть маленькая вот для молодого маленькой я думаю что он какой-то вроде как побольше и когда сидит пряха ощущение что она длинная потому что это как который придет пряжу но он пряха ну и самое важное наверное то что все все знают и употребляют кстати ложки причем одна ложка такая явно современная ну да вот который раскрашена красиво роспись вот вот а это заготовки да ну вот какая дана она сейчас современная форма то есть вот какие сейчас используются но там лак специальный к рада до пищевой даже на что что можно было есть до нас есть коллекции такая ложка немножко отличается и по форме да вот это вырезали раньше она была пошире на поверхность то есть вот а заводская до как бы словно раньше раньше вообще ложки вырезали именно руками руками на станке поэтому она не такая прям там уже если посмотреть она конечно какие-то выданки имеется но вырезать ложку можно отводилась на нее время ну до пяти минут пять-десять минут пять-десять до но мастер очень быстро вырезал ложку очень быстро потому что есть хотелось но и сел перед обедом свежий ложки не туда поэтому ложки вырезали очень быстро были мастера огромные короба заполняли с ложками для того чтобы потом продавать на базаре но и это же на она особая порода дерево наверное не каждый раз ложку дороге разных делали и липовые делали и березу делал что находил что лучше делалось но тоже специальными инструментами и тоже очень интересно мальчика сажали пробовать вырезать ложку в десять лет ну где-то к десяти годам то есть вот в принципе он и по хозяйству помогал ну вот если в десять лет у него получалось все вырезать хорошо ложку ему давалось возможность вырезать игрушку это было более почетно более ответственно да 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 это бы это более редкая такое считалось что если он игрушечный дел мастер то это очень здорово есть ложка немножечко другая да 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 как оказалось выхватками но у нас же есть замечательный праздник так в году пасха вот там есть разные игры так когда ложку брали в рот держали ртом да и яйцо и так бегали играли передавали что да 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 либо бежали держали ложку вот так куда-то держали ложку и бежали то есть это такая специальная ложка сделана вот такой вопрос но ложка это хорошо я прекрасно помню что ложками все ели все и первое второе и третье вот кстати я еще в армии успел поесть точно так же потому что в армии никому а восьмидесятые годы не приходило в голову что нам должны быть вилки поэтому это очень легко главное что ложкой да вот и кстати из ложки из алюминиевой можно было но я ведь это уже свои кривические истории с другой стороны можно было сделать ножичек то есть если он ну да зашива как бы ложка и нож очень хорошо на улет на учениях это работало и так далее но у меня вопрос но ведь наверное и что-то типа про образы вилки было деревянной или этим особо не заморачивались ну если смотреть в деревне в деревне до в деревне к этому относилась немножечко попроще потому что людей было много семьи были большие надо было первую очередь накормить мужчин потом только ела женская часть потому что вначале покормили пошли работать вилки были но вилки вилки были уже в других сословий это купеческие то говоря уже посмотрели хорошо относилась по-другому до владимир ноги финальных два верни один вопрос сначала владимиру а потом ольги почему вы предлагаете сегодня прийти в музей причем не только молодому среднему но и по зрелому поколению всем кто может быть еще и не был ни разу у вас что там каждый для себя найдет безусловно каждый возраст что-то там найдет да потому что экспозицию мы постарались сделать достаточно широкую охватывающую все возраста но музей крыльевический поэтому основной упор сделан на историю люберец историю городского округа то есть там вообще вот станцию ухтонск и да откуда они не каждый же знает в люберцах сейчас очень много живет людей которые появились здесь из других районов до из каких им самим было бы интереснее занять в историю того места где верю до 7 место и может быть для кого-то неизвестно что в 905 году когда была первая русская революция в люберцах именно 10 дней продержалась республика и красный флаг развивался в течение правда было ужесточайшим образом все это подавлено потом но факт что история зафиксирован да и расход это название ухтонске это был машинист паровоза ухтонске который возил летучие группы по рязанской дороге которые мы делали налеты ну то есть республика до заработала республика работа вот такие случаи говорят продолжение в музее продолжение приходите слушать ну и вам вопрос финальный ведь музей как мы выяснили до живой организм это значит что еще новые новые экспонаты будут появляться это значит что каждая жизнь каждый день прожитая жизнь это в общем-то будущий возможный экспонат музея верно да да следите за всем что происходит и какие так сказать тренды бренды и так далее присутствует да надо смотреть внимательно потому что то что у нас сейчас окружает через 10 лет возможно с нами уже не будет понятно а станет будет только то есть спасибо огромное ольга и владимир засыпкины вот ольга заведующая кривейским музеем который входит напомню в состав музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы а владимир заведующий экспозиционно-выставочным отделом этого кривейского музея большое вам спасибо за сохранение и за продвижение истории вот этого любопытного места которое мы все знаем как городской клюберцы а на самом деле это как вы сказали . силы это место силы до места и силы этого программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания